С добрым утром. Хочу показать, какой у нас красивый туман. Вот. Такая красота. Ничего не видно. Осень наступает. Чувствуется, что уже мокренькая, серенькая и красивая. Кто-то у меня тюсик любит сейчас посматривать в окошко. Скажи. Очень красиво. Замечательно. Можно смотреть. Машинки летают. Кусочек дерева. Прям пасторальная картинка. Коровки пасутся. Желтые и зеленые листва. Лепота. Привет. Ой. Короче. Дело к ночи. Возьму так, наверное. Я на этой красоте. Солнышко какое замечательное. Коровки. У нас вчера какой-то ужас творился. Ветер витрюган. Как это называется? Воробьинные ночи. Вот. Но я, собственно, не поэтому еду в Дрангидал. Сейчас. Так вот. Еду в Дрангидал. Решила посетить доктора и узнать насчет моих высокого давления после занятия на этих тренажерах. Потому что три дня выкидывать из жизни делая... Я понимаю, что надо тренироваться. Я абсолютно это все понимаю и так далее и тому подобное. Но вот вчера я поехала после этого самого и походила по это самое потренировалась по этим самым по горам Дадаланта. Я не знаю, где меня там мутило по этой трассе. Я приехала домой и у меня уже давление было не то, что... Не то, что хорошим, а очень даже нормальным. Просто замечательным было давление. Вот. Поэтому первый раз после велосипедных тренировок мне было очень плохо. Не могла три дня понизить это давление голова как паровоз. Какая аж разрывалась как топка паровоза. Второй раз то же самое. Поехала специально проверить. Думаю, я это самое. То же самое. Три дня подряд самый пик 163, я говорила, на 97. Поэтому все понимаю, все знаю, но все-таки это группа здоровья, а не группа того, что нужно пить таблетки после этого. Сейчас только что с мужем пообщались на эту тему. Ты должна это самое, да, ты должна тренироваться, ты должна тяжело тренироваться, чтобы вот у тебя было аж дыхание сбивалось. Так оно у меня и так сбивается, когда я хожу по этим самым. Даже когда я не хожу, я просто сижу, у меня дыхание сбивается. Вот. поэтому поеду поговорю с ним, что он мне скажет насчет этих тренировок, потому что три дня, минус три дня из жизни это просто лежишь и ничего не делаешь. Тогда уж стоит уходить на больничный и просто уже на больничном лежать и нифига ничего не делай. Вот. Это раз. Ну, в общем-то как-то так. Об этом. В общем, погода замечательная. Погода замечательная. Как выйду от доктора, скажем, что он мне там наговорил хорошего. Вернее, я вчера еще звонила, но вчера у него был выходной, поэтому мне сказали позвоните сегодня в восемь утра, то я в восемь утра позвонила. долго ждала, пока ответили. Вы дозвонились до нашей конторы, подождите, у нас очередь. Вы дозвонились до нашей конторы, подождите, ля-ля-ля. В общем, я не знаю, сколько я ждала, но, в общем, дождалась. Потом девушка меня спрашивает, моя работница, говорит, сделай так, чтобы он перезвонил вам. Я говорю, нет, я же знаю, что он не перезванивает. А мне это дело в общем-то очень важно. Вот, поэтому я говорю, нет, я лучше, я лучше приду на посещение, потому что голова моя и здоровье моё. сегодня прям погода сказочная. Вчера ночью, вернее, вечер и ночь так сильно дуло, так что-то и дождь, и ветер, и не пойми что, и, короче, посрывало всё, что можно было посрывать. Я начала говорить об этом. поразлеталось, всё куда только можно. Сегодня буду собирать, приеду после посещения доктора. А погодка прям вот как будто два человека ссорились, два бога. Нет, будет плохая погода с сегодняшнего дня, нет, будет завтра хорошая, нет, я сказала, плохая. короче, победил тот, у кого была хорошая погода сегодня. Солнце светит, всё настолько красиво. Каждый день практически езжу по этой дороге, и каждый день вот я наслаждаюсь изменениями. Солнышко, особенно осенью, это заметно. А если вот так, допустим, два дня выходных, и ты едешь, и уже что-то меньше листиков, а там раз что-то пожелтело, там раз что-то такое покраснело. Вот как-то я очень люблю осень, она настолько переменчива, настолько, в общем, люблю я осень, всегда любила осень. Не знаю, все говорят, увядание, увядание, столько красоты в этом всём. Такой воздух становится свежий, такой вот, как бы вот, прям есть его готов этот воздух. он настолько тебя бодрит, настолько вот воодушевляет, ну, меня во всяком случае, не знаю, как кого. Весной, конечно, всё это красиво, всё это расцветает, цветочки, лето, цветочки, красота, пчёлки, птички, бабочки, но осень, она сама по себе настолько прекрасна. и вот это низкое солнце, оно абсолютно по-другому, вот как-то освещает всё вокруг. Вот осень и там, да, зимой это тоже как-то по-другому, но вот осень, это просто вот как бы фишенка на тортике. Разве не красота? Вон красный сверху, зелёный внизу. Одно и то же дерево, а? Где-то красный, где-то... Ой, просто лепота. Что-то у нас такое-то делает сам. Работники ножа и топора. Ой, уже начинается. Уже начинается этот самый сезон палочек. Палочки вставляют. Всё. Зима на подходе. Потому что, когда уже вставляют вот эти все палочки, это самое... Они тут как бы... Когда большие снегопады, тогда по этим палочкам определяют, где дорога. Ну вот. Потому что, когда расчищает, идёт грейдер, он идёт в основном, он же не видит, сливается снега много. Полметра туда, полметра сюда, это уже в канаве. Ну, я думаю, вы это знаете. Но это уже сейчас, сегодня, 28 сентября. Первый признак натыгающейся зимы, не знаю. Все говорят, да и, в общем-то, и мной тоже примечено, что если очень много рябины в этом году, а в этом году очень много рябины, то будет зима суровая. Ну, не знаю, насколько суровая она в плане морозов или снега, но будет голодно. Поэтому... Ай, какой вкус красивый, красный. Ну, что... Так, господи, куда-то ехали, я что-то забыла. Как когда-то ехала к зубному, а поехала к поликлинике. Думаю, меня оклимануло, а сейчас, господи, давно не была в поликлинике. Вот. И забыла, как туда ехать. Господи, кому я вру? Сама себе. О, 70% на обувь. Надо будет зайти и смотреть, что какую-нибудь обувь хорошую прикуплю за 70%. Вот у нас тут поликлиника наша. красно-белая эти самые такие полусы. На первом этаже поликлиника, а второй этаж и третий этаж это эти самые. Здесь живут пожилые люди с ними. Ну, точно, как бы квартирки. Ой-ой-ой. Что ж он меня так долбает? А здесь квартирки, в которой живут пенсионеры, за которыми присмотр медицинский. Ну, то есть, как бы, даже не знаю, как сказать, дом престарелых, наверное, нет. Ну, вот, наверное, так, пожилые люди, в общем-то, с уходом. так что я готов к труду и обороне. Но не к труду, а к посещению доктора. Вот. Конечно, если бы я в пятницу или в субботу пошла в доктор, я думаю, как надо сразу выдали больничный с таким давлением. Вот. Солнце светит. Лепота. Бумажку выдали мне. Бумажку, бумажку, промокашку. В общем, получила я этот самый бумажку от доктора. Доктор написал, что ну, я как бы рассказала про давление, про то, что несколько дней подряд держится это высокое давление его ничем не сбить. Он написал, что в общем по понедельникам и по господи, по четвергам рекомендует мне просто ходить по этому самому, но делать такие эти самые. Господи, что-то я совсем зазаикалась. В общем, продолжать ходить по трассе, а не заниматься этими силовыми упражнениями, потому что сердце не выдерживает. Так что пока будем так ходить. А там, если лучше станет, то тогда поменяется всё. У меня так светит прям солнце. Солнце взойдёт. Как тут его повернуть-то? Так, не так. Он где-то о-о-о-о-о-о. Что ж такое? Так, лучше. В общем, пока будем пробовать таким макаром, а там посмотрим, может, оно как-то изменится. Всё. В общем, буду ходить сама или с группой, но буду ходить по Биг Детюну. Вот как раз в четверг у меня выходной день опять, то я пойду, тоже поеду туда, буду ходить сама или с компанией. Сегодня будет плов. Я тут зашла в одном магазине, смотрю, там у них дешёвенькие куриные лапки, бёдрышки и лапки. Ну, вернее, как бы вся эта голень, но поделённая на две части я прикупила, а потом проходила мимо риса. Мне что-то так прям вот запахло пловом, просто невыносимо. Я думаю, блин, я, наверное, несколько лет его вообще не ела, потому что тут здоровое питание, здоровое питание, рис минус, картошка минус, вот, и а тут думаю, хочу риса. То есть, я как бы купила рис и думаю, всё, хочу, хочу. Плово невыносимо. Дома у меня морковка есть, лука я прикупила и сделаю потрясающий плов. Что-то делает интересное. Вот. Так что погода радует, просто шепчет, щебечет. А я еду домой делать рис. Ой, рис, плов. Слушайте, ну, действительно, я уже, господи, сколько плова-то не ела. А у меня всегда с большим количеством лучка, морковочки, всё это перетушено, потом добавляешь рис, ну, вернее, мясо тут уже это самое. Ну, вообще-то, желательно мясо отдельно поджарить, так хорошо поджарить. И вот, когда вот уже вот это, это самое, лучок с морковкой в одной сковородочке, мяско в другой сковородочке, берёшь кастрюльку, туда наливаешь масло растительного, оно раскаляется и добавляешь рис. И он как бы в себя впитывает вот это масло. Ой, это так всё неправильно. ПП. ПП совсем не ПП. правильное питание отбежит. Вот, и это рис, вот это вникает в этот, вернее, масло это вникает в рис, и рис становится такой золотистый. Вот надо периодически его помешивать, помешивать, и вот, когда он весь стал золотистый, добавляешь туда вот эти практически готовые куриные, куриное мясо или ножки, или лапки эти, добавляешь туда притушенный лук, морковку, всё это перемешиваешь, заливаешь бульончиком, ну, если нет бульона, можно и водой залить, и под крышечку, и на медленный огонь, и оно там стоит, томится, томится, боже мой, потом открываешь где-нибудь через полчаса, и оно такое пульк, 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 вот такие маленькие такие вулканчики взрываются, вот тут пульк, 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 ух, как же это вкусно, вот он пловчик потихонечку, потихонечку подходит, вот он, вот он красавчик, еще чуть-чуть и будем кушать,